Всем привет! В этом видео хотелось бы сразу обратить ваше внимание подписчиков на то, что речь в нем пойдет не о простой сборке за 50 тысяч или 1000 долларов. Нет, в этот раз я решил сделать прям полноценный рабочий стол, а точнее в стоимость входит буквально все. И компьютер, и монитор, и мышка с клавиатурой, и даже наушники, коврик и Wi-Fi модуль. Короче, именно так собирают компьютеры подписчики, а не просто всем привет, я собрал ПК за 50К. Нет, почти всем зрителям при сборке новых компьютеров нужно обязательно купить еще и монитор, и всякие железки, и даже Wi-Fi модуль. Мне лично подписчик назвал конкретную сумму 50 тысяч, и хоть ты тресни, но должен на эти 50 тысяч купить все для рабочего места. Вот это по-настоящему интересно. Причем, насколько я понял, у подписчика есть сын, ему, внимание, 6 лет, и малой, скорее всего, будет тоже запускать там игры вроде Fortnite, не знаю, там GTA 5. В общем, компьютер должен быть и для учебы, и для игр, и для папы, и для мамы, и для сына. В общем, мне на карту скинули денежку, и на эти денежки я взял, то есть сделал вот такой заказ. Спустя три дня ко мне привезли кучу всяких коробок, и перед вами как бы чек. То есть, это не рекламное видео, и ни одна из компаний не участвует своим железом в этом видео. Все, что в этом списке, это все мой личный выбор. Это то, что называется, собирал как для себя, от души в душу. А вот что насчет действительно настоящей рекламы, то сейчас немножко сделаем паузу на полезной информации. Я знаю, что подписчики смотрят такие видео о крутых железках, и тоже хотели бы купить себе новый компьютер, мощный ноут или сетап за 50 тысяч. Я тоже, признаюсь, часто не очень, скажем так, финансово стабилен и не способен. Так выходит, что сразу полностью оплатить весь товар по разным причинам. И вот, друзья, сейчас, если у меня нет возможности, и не хотелось бы сразу отдавать полностью всю сумму за товар, то можно прям без проблем оплатить свои товары со сплитом на Яндекс.Маркете. Возникает вопрос у зрителей, возможно, что такое сплит. И если вкратце, то сплит – это классная фича, которая позволяет оплачивать покупки на Яндекс.Маркете по частям. Со сплитом можно покупать самые разные товары, от одежды до бытовой техники, и самое интересное – лимит от 10 рублей до 50 тысяч рублей. Для покупателей в сплите нет процентов и комиссий, ни явных, ни скрытых и прочих хитростей. При оформлении заказа покупатель платит только 25% стоимости товара. Оставшийся 75% списывается с карты равными частями каждые две недели. Все очень просто, и при этом нет всех этих хитростей, там скрытых процентов и комиссий, статус виден в вашем личном кабинете. А если передумаете, то отказаться так же просто, как и от обычного заказа. Теперь не нужно отдавать вашу большую часть зарплаты на крупные покупки, можно просто распределить траты равномерно. А если появились возможности, то есть полностью оплатить товар, то можно досрочно закрыть покупку, и при этом баллы плюса начисляются в том же объеме, что и при обычном заказе. Одним словом, все очень удобно, быстро, понятно и без хитростей, с процентами. Для своих зрителей я оставлю ссылку в описании, переходите, пользуйтесь, я вам рекомендую. Ну а мы вернемся к теме нашего видео, и так начнем со сборки компьютера. Напомню, что у нас в кармане 50 тысяч, и в эту сумму входит куча всяких девайсов и монитор в том числе. А сам компьютер стоит не 50 тысяч, а примерно 36 или 500 долларов, теряя 17 тысяч гривен. Я сейчас, правда, уже не знаю, какой там курс, он абсолютно нестабильный, но это уже не важно. Все остальное, то есть все, что входит в стоимость этой сборки, это и монитор, и мышка с клавиатурой, и прочие железки. В общем, первое у нас, что я взял, это материнская плата на чипсете H510. Это в целом современная материнка, она почти самая дешевая из тех, что можно купить для процессора Intel на 10 и 11 поколении. И далее у нас на очереди процессор, и я взял 4-ядерный 8-поточный i3-10100F. Тоже весьма продаваемый процессор на сегодняшний день, стоит очень доступный, при этом мы имеем 4 ядра и 8 потоков на частоте вплоть до 4300. Плюс к этому, ему не нужно слишком крутое охлаждение и справиться с теплом даже обычный кусок металла за копейки. Например, в моем случае я взял небольшой радиатор с кулером на 90 мм от китайской фирмы ID Cooling. Вроде бы я правильно произнес. Но это такой себе, знаете, в общем-то, карликовый дешевый вариант полноценной башни за 900 рублей. И у него, кстати, имеются 3 тепловые трубки, 4-пиновый коннектор, то есть PWM управления оборотами вентилятора. И даже, внимание, имеется вертушка с подсветкой. Так что для i3-го вполне даже достаточно, то есть с запасом. И если в будущем подписчик захочет, скажем, заменить процессор, не знаю, на i5-11400F, то я уверен, и с ним тоже как бы справится эта железка. В общем-то, вот такая у нас теперь базовая стартовая платформа на H510 в микроформате и процессором i3-10100F. И теперь в эту материнку можно, а точнее нужно поставить оперативную память и SSD накопитель. И, конечно же, понятное дело, речь идет о 16 оперативах двухканаля, 2 по 8 и SSD накопителе на 512 в формате M2. Я думаю, тут не стоит особо прям рассказывать, что к чему я взял самую доступную по цене оперативу. Отдельно две плашки по 8 на частоте 3200, просто не было продажи на 2400 или 2666. Я чуть переплатил, вроде бы там 200 рублей, по-моему, и взял на частоте 3200. Зато память не китайская, а фирма GL, и сразу запустится она на частоте 2933. Фу, то есть тайминги потом я уже думаю выставить в семнашке и будет замечательно. Что насчет SSD накопителя, то он тоже один из самых дешевых и доступных от фирмы HP. И это просто стандартный, знаете, классический SSD на скорости 500 метров на чтение и запись. Однако, что важно, он в формате M2, это удобно. Просто берешь, вставляешь материнку, защелкиваешь на защелку и на этом как бы все. Не нужно подключать всякие там лишние провода питания и SATA кабеля. Мне кажется, 500-ки даже более чем хватит на первое время. Именно на первое время, если будет мало, скажем, подписчику, то он просто докупит себе, не знаю, жесткий диск хоть на 20 терабайт и забьет его под самую верхушку. Но базовая прям потребность сегодня это SSD под винду и софт. Это прям очень важно. Без них уже в 2022 просто невозможно. В общем, вот так я напичкал материнку всякими железками. И это и есть, скажем так, базовый комплект. По сути, уже почти собранный компьютер. И теперь все это нужно, что сделать правильно, поместить в нормальный корпус. Далее запитать все это блоком питания, ставить видеокарту и на этом как бы все. В общем, наверное, давайте начнем с блока питания. Я решил взять сюда на 500 ватт, точнее на 480 по линии 12 вольт. И данный питальник от фирмы Deepcool. Это новая серия, то есть старая, обновленная. Короче, самое важное для меня, то есть важный показатель это то, что питальник не очень подвальный, скажем так, китайский. А Deepcool это тоже далеко не подвальная компания, хотя тоже китайская. Так вот, мы имеем на базе все необходимые стандарты защиты. Сертификат 80+, тихий вентилятор. Я уже, кстати, проверял черные провода, а не цветные, то есть разноцветные и не самые дешевые компоненты внутри. Это, судя из обзоров на эти блоки питания в интернете. Ну а самое важное, это, конечно, цена. За 2600 рублей или 1000 гривен это прям, ну, абсолютно нормальное предложение. Мне кажется, наверное, это один из лучших, что можно сегодня как бы найти в продаже. Одним словом, питальник интересный, доступный, и вот я решил, так сказать, впервые взять и посмотрим, насколько он живучий. А если мало ли что с ним случится, то я сам лично куплю подписчику новый блок питания за свои денежки без проблем. Пока что просто будем смотреть его в работе, этот Deepcool. Ну а теперь, как бы, ну, самая важная часть видео, точнее, одна из самых важных, это видеокарта. И с учетом потребностей подписчика и его шестилетнего сына, плюс небольшой бюджет, я решил взять в эту сборку NVIDIA GeForce GTX 1630. Вы скажете, что это слабая видеокарта, там, с затычкой и так далее. И да, действительно, я не спорю, видяха явно, как бы, довольно спорная, но такая слабоватая, и такая была она, в принципе, вот в начале продаж. И стоила почти 16 тысяч внимания. А сейчас она стоит уже 11, а если поискать, то можно и за 10 найти там на Авито. И поэтому я лично взял ее за 11600, хотя, с иной стороны, можно было, скажем, добавить 3000 и взять там RX 6400. Но это, опять же, 3000 очень сейчас важны, и пришлось бы на чем-то вот серьезно экономить. А я и так уже, как бы, ну, на всем сэкономил, и зачем подписчику что-то еще более мощное из видеокарты? Ведь он, как бы, ну, не ставил вопрос с запуском игр 60 FPS на ультра. Просто ему нужен, как бы, нормальный компьютер, там, для сына, для учебы, там, не знаю, для интернета. То есть нужен монитор, полный комплект, и видеокарта это чисто бонус, чтобы малой, не знаю, там, временами запускал Counter-Strike или Roblox, не знаю. В общем, короче, 1630, более чем хватит для основных задач с запуском игр, в том числе. Самое важное, это не бэушная видеокарта с Авито, она имеет все документы, полностью новые. Мы обязательно посмотрим, на что способны эти видеокарты, запустим парочку игр. Но это сделаем уже чуть позже, а теперь все железо нужно засунуть в корпус. И в роли корпуса я решил взять уже знакомый мне First Player за 3000 рублей. Вот сейчас я прям, знаете, действительно вижу, мне скажут, фу, ты вот как бы взял корпус за 3000, а на ведяхе сэкономил. Ну да, в принципе, можно было взять и бумажный корпус за 1500, потом, то есть без вертушек, потом еще на 1000 рублей взять вентиляторов, чтобы хотя бы как-то там продувалось что-то. И вышло бы как раз 2500, и я бы сэкономил аж целые 500 рублей. Или взять вот такой вот корпус с уже, внимание, установленными вентиляторами в количестве 4 штук. Плюс сам корпус наполовину стеклянный, он не бумажный за 1500 рублей, и смотрится абсолютно нормально, а не ящик там за полторашку. Так что я не вижу смысла в экономии 500 рублей, чтобы отдавать подписчику компьютер в коробке из-под картошки, как советует дяде Ностальжи. Мне лично как бы, ну, стыдно. В общем-то, вот такой получился у меня теперь компьютер. Чисто визуально у меня претензий нет. Чисто технически тоже я все проверил, настроил, установил все драйвера, все стартует и работает. И, кстати, сам компьютер очень тихий. Я думал, честно, вертушка на процессоре будет, ну, явно шумный. Или корпусные вентиляторы, или сам блок питания. Но нет, получается очень тихая машина, прям на удивление. И что странно, при такой низкой цене. В общем, пока что сборочку мы отложим в сторону на время. И продолжим сейчас обсуждать остальные покупки в нашем чеке. И на очереди у нас монитор. Монитор у нас, значит, Acer за 11600. Это приличный IPS-экран, Full HD на 24 дюйма. Внимание, со встроенными динамиками. Можно было, конечно, взять и сам бичевый монитор. Китайский, ноу-намес V, A-матрица и сэкономить 2000. Но, во-первых, я не уверен в качестве таких подвальных компаний. И, во-вторых, все же 2000, ну, мало что решает. А взамен мы получаем как бы 36 месяцев гарантии, а не 12. И у нас имеется сервисный центр. И это важно, ведь дешевые мониторы не часто доживают до трех лет. Так что я брал исключительно, чтобы хотя бы прожил монитор больше времени. И это не так стрёмно, чем взять Хуананжи, какой-нибудь там, не знаю, Сяньпи, не сэкономить при этом 2000. А потом, спустя две недели, он сломается. И непонятно, что с ним делать, куда нести, как ремонтировать. В общем, монитор более чем нормальный за свои денежки. Даже звук у него встроенный. И матрица IPS не 60 Гц, а 75. Как бы мелочи, но приятно. Но в остальном, вроде бы, всё. И осталась только мышка с клавиатурой, наушники и коврик. Хотя, стоп, я ещё забыл, как бы я взял за 500-600 рублей Wi-Fi модуль, что принимал, то есть интернет. Всё же не у всех дома есть кабель. И тоже, как бы, это входит в стоимость всей сборки. Потому что собрать компьютер, это понятное дело, можно без проблем. Там просто накидал и всё. Но интернет, как бы, он нужен, то есть по-любому. И не из процессора же выкачивать фильмы с торрента. Поэтому адаптер тоже входит в эту стоимость. То есть, в общем-то, это самый простой. Подключаются через USB, без драйверов. И то же самое насчёт именно мышки с клавиатурой. Я решил тоже особо не париться. И чтобы сэкономить, купил сразу весь комплект. Мышка, клавиатура, наушники и коврик. Всё за 1900 рублей или вы там 700-800 гривен. Очень прям дёшево и очень подозрительно. И первое, то есть, я вообще впервые покупаю такие наборы странные. Но, во-первых, скорее всего, в эти наборы кладут какие-то товары, скажем так честно, имеющие не товарный вид. Возможно, отбракованные или просто неудачно собранные. Потому что сразу, что я заметил после распаковки, это то, что неаккуратно покрашена клавиатура. И мышка тоже имеет странные недочёты на корпусе. То есть, это визуальные проблемы с товаром. И продать их по отдельности будет уже, ну, сложно. И поэтому решили они вот сделать из них наборы. Наушники, кстати, на удивление нормальные. Без дефектов. И коврик тоже аккуратный. И даже прошитый по краям. А вот клавиатура, конечно, очень бичёвая и прям покрашена веником. Да ещё и криво покрашена. Какие-то, в общем, странные следы на этом корпусе. Да и вся она такая, знаете, собранная на соплях. Крайне неаккуратная и предельно дешёвая. Короче, странное решение. И я понял, что отдавать такую клавиатуру подписчику в таком виде, это, ну, чистый гринж. И он спросит с меня, как бы, а почему она такая заплёванная? Вроде бы не совсем новая. И кто-то её пинал, не знаю, по комнате. Будет явно, как бы, ну, неприятно. Короче, я решил купить ещё одну клавиатуру за тысячу рублей, за свои личные денежки. И заменить её на эту ущербную. Так уж и быть, всё же, это моя ошибка. Я решил проверить, там, значит, сэкономить. И взял комплект этот несчастный. И больше я вряд ли вообще в будущем буду покупать комплекты. То есть, это, ну, и вам тоже не советую. По крайней мере, комплекты по 2-3 тысячи, это очень сомнительное решение. В общем, клаву я теперь заменил. Весь комплект собран. Это у нас, напомню, компьютер, монитор, клавиатура, коврик, мышка и наушники. Далее я установил винду, всё обновил, дрова, все дела. И вот теперь полностью видим с вами всё рабочее место. И можно даже немножко запустить игры, так сказать, посмотреть хотя бы, что всё это как бы работает. Температуру проверить. И начнём, наверное, мы всё-таки с Counter-Strike. Ну, а что ещё можно запускать шестилетний пацан, я абсолютно не знаю. Итак, высокие настройки Full HD. В Counter мы видим от 150 до 200 с лишним FPS. Наверное, тут нечего особо комментировать. Если малой или его отец, он же подписчик, захотят малость убить время в сетевых шутанах, вроде CS или Fortnite, то без проблем всё тянет GTX 1630 и i3-10 стоя. Причём такое ощущение, что 1630 даже стало чуть быстрее после обновления драйверов или исправления глючного обновления винды. В общем-то, за свои 11 тысяч нормальная видяха. И, кстати, что насчёт Fortnite, то и там тоже на высоких Full HD, причём чистыми Full HD без upscale, всё на 100%, мы видим 60 почти стабильных FPS. Конечно, если выставить все настройки пресетом на высокий и выключить всякие там эффекты и сглаживания, то получим 90 и 100, и это без проблем. Однако, если делать нормальный визуал и без урезания, то получаем 60. Это тоже как бы абсолютно достойный результат, и можно стрелять комфортно. Ну и в конце, парни, давайте ещё закинем GTA V. Это 100% то, что запускают все дети от 3 до 83 лет. И это, наверное, первое, что сделает 6-летний сын подписчика, а не сядет за уроки перед компьютером. В общем, GTA V я выставил все настройки на высокие, Full HD, все эффекты включены, и в таком случае наблюдаем 70-90 FPS. И для компьютера за 38 тысяч это абсолютно нормально. Если нужно будет больше фреймрейт подписчику, то продаст он, не знаю, 16-30, добавит ещё 3000 и купит себе RX 6400. Но это как бы вряд ли случится, он всё равно ничего не поднимает в железках, да и запуск игр ему явно не интересен. Это чисто для сына, а сыну 6 лет, и там вообще нет понятия 60 или 260 FPS. Так что вполне сойдёт. Самое важное, это температура нормальная, всё работает стабильно, в меру тихо, включая и бери пользуйся на здоровье. Это то, что и нужно было подписчику. Рабочее место для учёбы и работы за 50 тысяч или 800 баксов. Вот такое вышло у меня как бы видео. Если вам было интересно, и хотелось бы ещё в будущем увидеть подобные сборки, именно внимание рабочих мест, а не просто сборка компьютера, то ставьте лайк под этим видео, делайте подписку, если вам не понравилось, то ставьте дизлайки. На этом у меня как бы всё. Ещё раз, я желаю всем как бы не болеть, увидимся уже очень скоро, и до новых встреч на канале. Всем удачи и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова